Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами купим в магазине прям танчик и выкатим его в первый бой. Я буду играть первый раз на этом танчике, на других аккаунтах этого танка у меня нет. А перед тем, как мы с вами начнем, хочу попросить каждого из вас особенно обратиться к тем, кто смотрит мои видео и с завидной регулярностью, допустим, это делает, но не подписался на мой канал. Оформите, пожалуйста, подписочку, я буду вам очень сильно благодарен за поддержку и продвижение моего канала. Ну, если вам еще не сложно, нажмите палец вверх данному видео, это меня очень сильно порадует и оценит мои труды. Итак, ребятки, мы сейчас зайдем с вами в магазин. В магазине появилось предложение по приобретению двух танчиков с копом. Это Action X, обзор на который вы можете посмотреть у меня на канале, и это Т95Е2, средний танк 8 уровня. Также их можно приобрести в виде предложения комплектом за 12500. Поскольку Action X у меня есть на другом аккаунте и, честно говоря, не на одном, вы можете, в принципе, посмотреть обзор на этот танчик и подумать, нужен ли он вам отдельно. Что же касается набора в виде двух танчиков, я его, соответственно, покупать не буду по одной простой причине, потому что один из них у меня есть, и это дурная отрата денег. Соответственно, мне остается только купить танчик за 5500 Т95Е2, выкатить его в ангар и высказать вам свое честное мнение, как он играется в полукосых руках, таких как у меня. Ну и, соответственно, как плюс-минус он будет играться в ваших руках, в зависимости от вашей скилловости, вы можете сделать вывод по результатам данного видео. Итак, ребятки, давайте приобретем данный танк, покупаем, ждем начисления танчика в ангар. Ну и давайте, когда он начислится, первое, что сделаем, это посмотрим, какие характеристики данного танка мы можем увидеть, ну, просто окину взглядом. Итак, мы не будем входить вот эти вот дебри в отношении уровня бронированности, подвижности и всего остального, сейчас на первых порах оценим самостоятельно в бою. Посмотрим, как обычно, орудие. Итак, что мы видим? Мы видим, что у нас здесь углы наводки 9 вниз, ну, довольно неплохо, но хотелось бы чутка получше, но куда уж лучше. Очень редко бывает такое, что больше 10. Итак, вверх 20, я считаю, что довольно неплохо. Средний урон 225 единиц, ну, вроде бы неплохо, тем более 6 секунд перезарядки, ну, вроде бы неплохо тоже. Что же касается бронепробития, ну, честно говоря, для 8 уровня 180 единиц, мне почему-то кажется, что будет немножко туговато. Может, конечно, против легких и средних нормально, может, где-то в корму и в бока к тяжам тоже неплохо, ну, а прошивать где-то, я так понимаю, на таких вот очень малых дистанциях тяжи будет легко только в какие-то прям совсем зеленые зоны. Ну, а с уровнем опускания орудия вниз может будет получаться выцеливать нижние бронелисты. Не знаю, сейчас посмотрим в бою, я же говорю, этот танчик ни разу не играл. Меня что радует, вот я сейчас взглядом кину, что есть кумулятивные снаряды. Да, пускай они там на 35 единиц сразу меньше делают альфу, но зато бронепробитие 268, что, в принципе, практически на сотку выше, чем на базовых бронебойных снарядах. Вот сведение, ну, я имею в виду разброс вот этот вот, да, то есть круг сведения, я так понимаю, что будет великоватым, ну, плюс-минус, потому что на экшен-иксе оно там составляет там существенно, да, там меньшее число. Ну, а как оно реально будет в бою, ну, посмотрим. Время сведения 9,3, ну, 3,9, точнее, мне вообще ни о чем не говорит, сейчас будем опять-таки смотреть в бою. Давайте сразу его там накидаем, так как я люблю накидывать. Дело в том, что я люблю одну и ту же систему, я знаю, где какая кнопка находится, ну, и, соответственно, одно и то же катаю. Итак, время перезарядки мы ему уменьшим, я думаю, что для него будет существенно, добавим сразу две канистры для того, чтобы улучшить ему подвижность. Мы сразу насыпем ему, ну, так вот как-то просто от балды серебра, потом поменяю, как там надо будет. Оборудование, ну, куда ж без него. Оборудование, сейчас понакидываем все, что можно из оборудования ему накинуть. Главное, чтобы нам бабла хватило. Ну, если на что-то бабла не хватит, значит, так и будет. 15% точно, придерживая. Окей, хорошо, договорились. Что там у нас остается? 300 с копейками. Ну, вот так вот, вообще там, чуть ли не в ноль мы с вами ушли. Но ничего, где-то как-то вернем. Окей, ребят, ну, вот как-то вот так мы сделали. Камуфляж цеплять не буду, фиг с ним, не будем тратить на это время. Давайте сразу заходим в первый наш бой на этом танке и попытаемся его засынить. Итак, вот нас закинуло в бой. Первое, что будем оценивать с вами, это подвижность. Сейчас посмотрим, что он может. Ну, ну, не знаю. Ну, пока вроде бы нормально. То есть, не сильно прям бодро он сорвался с места, но так вроде бы максималочку он начинает набирать нормально. Что касается поворотов вправо-влево, ну, как для среднячка, то очень, в принципе, и неплохо-то. Какашить мы его совсем не будем. Ну, не знаю, мне нормально. Я, честно говоря, не знаю, будут ли нам шить вот эту вот ком-башню, которая у нас как сосок на голове торчит. Ну, сейчас будем смотреть по бою. Куда нас сейчас начнут пробивать, ну, значит, те места у нас и мягкие. Логично. Я, честно говоря, не люблю оценивать танки вот в этих вот приложениях. Может, кто-то и пользуется. Напишите свой коммент на эту тему перед покупкой танка. Дело в том, что мне вот эти вот все там вращения вашей техники, насколько сменяется угол и все остальное, мне это мало о чем говорит. Мне проще взять танчик, выкатить его в бой и попытаться на нем что-то делать. Ну, так, смотрите, пробитие, в принципе, по тигру седьмого уровня. Ну, да, седьмой, согласен, не восьмерка. Но, в принципе, идет. Вот, точность стрельбы. Ну, я бы не сказал, что она плохая. Слушайте, ну, вот, честно говоря, я бы сказал даже больше, что точность стрельбы мне больше нравится, чем мне нравится. Может, это сейчас что-то подкручивает. Ну, Федя у нас всегда был бронированный с морды. Тут как бы особо не поспоришь. Давайте сразу попробуем заценить бронебойный. Ой, прошу прощения, кумулятивный. Ну, вообще не повезло. Слушайте, картонный. Вот, картонный прям вот от слова совсем. Откатывается назад бодренько. Но отхватывает он, ребят, просто на ура. Вот, вот, залетает в него, ну, прям совсем. Так, сейчас посмотрим. Точность хорошая, пробития нет. Нас отправили в ангар. Башенку заценить мы не сможем. Давайте заценим с морды, куда нам прилетало. Нам прилетело вниз, можно сказать, в принципе, в само брюшко этому танку. По бокам нам не должно было прилетать, потому что боком я не остановился. Ну, жаль, что башню оторвало, можно было бы посмотреть. Но, ребят, мне почему-то кажется, что нам сейчас шили вот четенько в башню. И, скорее всего, шили... Да, вот я вижу по башне. Не знаю, видите ли вы этот момент. Ну, вот есть два пробития явно сбоку башни. А значит, бока башни не танкуют вообще. И мне почему-то кажется, что вот этот вот пиптык в виде комбашенки на основной башне, он, в принципе, явно тоже прошивается. Сейчас закончится наш бой. Я думаю, что стоит закатиться на этом танке еще в один. Потому что первый бой, он не может быть показательным. Я лично эту машинку не чувствовал в руках абсолютно ни разу. Ну и заодно, я так понимаю, сейчас будет победа. И посмотрим результат для нас в виде серебрушки, в виде фарма. С учетом того, что мы практически ничего не сделали. Ну, мы нанесли фиг да нифига, 450 единиц урона. Хотя при этом команда победила, за что ей большое спасибо, ребята хорошо отыграли. Мы получили, ну вообще, короче, мы, можно сказать, ничего не получили, 9000 серебром. И мы заняли последнее место по урону, само собой. Но не считаю показательным бой. Тяжело сказать о танчике, хорош он или плох, отыграв всего лишь одну катку. Давайте закатимся еще раз. Итак, ребят, заходим мы в следующий бой. В данном бою я попытаюсь чуть меньше разговаривать, дабы сосредоточиться на самом бое. Ну, а у вас будет возможность посмотреть на результативность данного танка и, в принципе, на играбельность данного танка тогда, когда игрок на бою сосредоточен, а не на рассказах о танке, в принципе, экспромтом, ранее не видев этот танк абсолютно. Так, что-то я не могу понять, честно говоря, что происходит. Кто влез, кто подрывает. ТТ едут, в принципе, я так понимаю, заниматься этим ангаром. Забыл, что эта штука не разбивается. Ну, поедем, наверное, с ТТ, потому что прошлый бой мне, честно говоря, вот абсолютно не понравился тем, насколько быстро на нас враги сосредоточились и начали отстреливать именно нас. Возможно, сейчас под прикрытием ТТшек мы сможем сделать там чутка побольше. Выцелим сейчас прото. Да, да, выцеливает пушечка, слушайте, ну, довольно неплохо она выцеливает. Мне почему-то кажется, что вот сама пушка, вот, по ее возможностям, она очень неплохая. Была бы у танчика чуть-ка получше броня, я думаю, что, ну, вот, совсем бы с ним никаких проблем не было. Можно было бы неплохо отыгрывать. Ну, слушайте, шьем мы, в принципе, вот куда целимся, туда оно и прилетает, обратите внимание. Скорость перезарядки, ну, вообще красота, слушайте, вот по точности, ну, прям вообще претензий нет. По скорости перезарядки тоже претензий нет. Так, добавить бы чуть-ка альфы, ну, и было бы совсем великолепно. Ну, отвлечешь, нет, из третьей. Что ж ты занимаешь-то точку, блин, лучше бы ты поехал до шпрота немножко поразбирать. Ну, а прилетает в нас, в принципе, довольно-таки не скучно, я бы сказал. Стремно выезжать, до 29-й как-никак. Да, альфы, конечно, немножко не хватает. Теперь давайте заценим нашу башню. Ну, слушайте, нас пробили даже в маску орудия. Ну, очень редко встречается такое, что пробивают даже туда, комбашенку, я не знаю, пытаются выцеливать, как я понимаю, потому что вон на нас есть повреждение. То есть, ну, короче, ребят, башня шьется, башня шьется, шьется она не кисло. Я сказал бы, что вам становится кисло от того, как она шьется. Танковать, получается, ну, по большому счету-то и нечем. Попробуем сейчас на скорости перезарядки сыграть. Да, не пришлось. Но, смотрите, вот... Вот мое субъективное мнение я, наверное, выскажу в конце, когда мы сейчас выйдем в ангар. Посмотрим, что мы смогли за это время сделать. Сведение. Ну, да, оно немножко долговатое, честно говоря, как для среднячка, но в целом достаточное для того, чтобы стоять и колбасить. Сейчас надо сказать... Нет. Ну, ладно, не хочет он нас забирать в ангар. Он кажется, что все-таки ТТ ему будет вынести попроще. Так, я так понимаю, что, скорее всего, последний ТТ, он находится где-то, где-то, где-то на той стороне, за бугром, в районе точки А. Он сделал два фрага. Как я понимаю, он сделал два фрага ребят, тех, которые поехали к точке А под мост. А, он уже успел нас даже обойти. Ну, хорошо, добрали. Давайте сейчас посмотрим результат боя и кратко-субъективное мнение по данному танчику. Итак, за все наши старания у нас получилось 1873 урона и один фраг. Мы получили серебром в виде чистогана 28 тысяч серебра. Я не считаю, что это большая цифра. С учетом того, что мы победили и заняли третье место в команде по урону. Ну, не знаю, ребят. Я, честно говоря, имею глубокие сомнения по поводу того, имеет ли смысл. Да? Давайте вернемся к предложению. Предложение у нас от наших разработчиков. 5,5 тысяч голды. За голый танк без ничего, вот вообще, просто место в ангаре. И танк. Я вам скажу свое субъективное мнение такое. За эти же деньги я взял бы что-нибудь другое. Ну, вот, объективно. Что у нас сейчас там? У нас сейчас много чего поуходило с продажи. Ну, не знаю. Мне, честно говоря, даже тот же... Ну, да, это семерка. Не спорю. Ну, все равно, нет. Нет, ребят. За 5,5 тысяч это слишком большая цена за вот этот вот танчик, который пробивается куда попало. Бьется даже элементарно в маску орудия. Танковать им тупо невозможно. Динамики у него при этом абсолютно никакой нет. Она абсолютно стандартная. Если бы он был более бронированный, мог ей с такой динамикой. Ну, или хорошо, менее бронированный, более динамичный. Но в целом в комплексе вот это вот все, оно, ребят, не стоит 5,5 тысяч от слова совсем. Поэтому мое вам предложение следующее и, точнее, совет следующий. Не тратьте 5,5 тысяч голды на вот это вот, извините, фуфло. Оно того не стоит. Лучше подождите более жирных предложений. А еще, что хотел бы посоветовать, откройте у меня на канале обзор на второй танчик из этого сегодняшнего предложения на ActionX. Посмотрите обзорчик на него. И, возможно, он вас заинтересует после просмотра обзора. Сразу денежки тратить не советую. Если вы прям коллекционер, у вас там попка и жуй голды, тогда, пожалуйста, покупайте. Ну, я думаю, что просто для того, чтобы он у вас стоял, навряд ли вы будете часто его выкатывать и кайфовать на нем, фаниться и вообще там разрывать рандом, не знаю. Ну, вообще, вообще, что-либо на нем делать, я не думаю, что у вас получится. Опять-таки, может быть, у меня косые руки, поэтому, если у меня руки косые, а у вас ровные, вы играете на нем гораздо лучше, он у вас есть. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях, буду благодарен. Ну, и ребята, которые будут смотреть видео и комменты, тоже скажут вам спасибо. За дельные какие-то там информирующие, информационные советы. Помогут им принять решение, покупать или нет, конкретно для их ровных либо кривых рук. На этом у меня все. Всех благ, всего хорошего. Это был обзор Т95Е2. Возвращайтесь на канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Всех благ, мира и фантис в танках. Спасибо. Спасибо. Спасибо.